Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Правовое поле». Наш сегодняшний выпуск посвящен соблюдению законодательства о градостроительной деятельности. Мы поговорим о результатах надзорной деятельности прокуратуры Ненецкого автономного округа в этой сфере, о допускаемых нарушениях и принимаемых мерах прокуратурой по устранению этих нарушений. Об этом расскажет прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры округа Гладкобородов Кирилл Александрович. Здравствуйте! Здравствуйте! Городостроительная деятельность направлена на развитие территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществление в виде территориального планирования территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства объектов, капитального строительства, эксплуатации зданий и благоустройства территорий. Предметом прокурорского надзора за соблюдением градостроительного законодательства является с исполнением органами власти правовых актов, регулирующих земельные и градостроительные отношения. Прокуратура округа осуществляет надзор за исполнением градостроительного законодательства. Основной объем правоотношений в рассматриваемой сфере регулируется Городостроительным кодексом Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг. Также действуют нормы федеральных законов о общих принципах организации, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Важным нормативным актом является 95-й окружной закон о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа, в соответствии с которыми органы государственной власти округа исполняют ряд полномочий муниципальных образований. Кирилл Александрович, какие существуют запреты и ограничения в сфере градостроительной деятельности? Законодательно установлены ограничения на использование отдельных категорий земель. К таким землям в том числе относятся и земли, находящиеся в собственности Российской Федерации. Отсутствие государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права пользования земельными участками нередко приводит к нарушениям законодательства. Кроме того, законодательно установлены предельные, минимальные или максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства. К примеру, при строительстве должны выдерживаться минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, за пределами которых запрещено их строительство. Есть и ограничения на предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений и сооружений. Все это урегулировано градостроительным кодексом и административными регламентами. Наиболее часто применяемая статья Уголовного кодекса при нарушении градостроительного законодательства 216-я – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Скажите, пожалуйста, какие органы власти в нашем округе осуществляют градостроительную деятельность? На оригинальном уровне – Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, который выдает разрешение на строительство объектов капитального строительства, на ввод объектов в эксплуатацию, в пределах своей компетенции. На местах ряд полномочий в сфере смежного и градостроительным земельным законодательством относятся к компетенции органов местного самоуправления. В сфере строительства и архитектуры градостроительства и территориального планирования Департамент осуществляет такие полномочия, как подготовка схем территориального планирования, документы градостроительного зонирования, это как ПЗЗ, документация по планировке территории, генеральные планы, выдает разрешение на строительство как на территории искателей, так и на территории городского округа города Наринмар, за исключением сельских поселений. На Межселенке градостроительную деятельность ведет также сектор градостроительности, что входит в полномочия. В сельских поселениях остались полномочия только по выдаче разрешения на строительство, на ввод и градостроительных планов. В принципе, мы и здесь готовим за них практически все документы, они с ними знакомятся, как-то что-то непонятное, звонят, мы их консультируем, бывает, что приглашаем на семинары. Мы объясняем, что как. В принципе, в основном к нам обращаются физические лица. С физическими лицами более плотно работаем, потому что юридические лица так или иначе знают сферу законодательства и какие документы необходимо предоставлять для той или иной государственной услуги. А с физлицами очень много неясностей, и мы, получается, их более подробно консультируем для решения того или иного вопроса. Физические лица и юридические лица обращаются в приемные часы, обозначенные регламентом департамента. Это вторник-четверг в течение дня без предварительной записи, то есть пришел, рассказал, специалисты посмотрели, что-то посоветовали, куда обратиться, потому что не все вопросы решаются именно в этом кабинете. И затрагиваются и другие органы власти. Прокуратурой округа проводились проверки исполнения градостроительного законодательства органами государственной власти и органами местного самоуправления? Проверки проводятся прокуратурой на постоянной основе. Последняя проверка проведена в октябре текущего года. Предметом проверки стало соблюдение окружными органами государственной и муниципальной власти требований градостроительного законодательства при выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и ввода их в эксплуатацию. В рамках проверки проанализированы деятельности как профильного департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта, так и органов местного самоуправления. Кирилл Александрович, какие нарушения выявлены в результатах проверки? По результатам проверки в деятельности полномочных органов выявлены факты выдачи разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию без необходимой перечени документов. Нарушение сроков выдачи таких разрешений, отсутствие контроля за сроками выданных разрешительных документов, выдача не предусмотренных действующим законодательством разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства и ввода их в эксплуатацию, а также принятие предусмотренных законом уведомлений о таком строительстве, не соответствующих установленной форме. В профильном департаменте изучением заведенных номенклатурных дел по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства и ввода их в эксплуатацию выявлены факты принятия к рассмотрению заявлений и документов, не соответствующих установленной форме, а также содержащих сведения, не соответствующие приложенные к ним проектной документации. Выявлены случаи оказания государственной услуги по выдаче разрешения строительства и ввода объектов в эксплуатацию с нарушением установленных Городостроительным кодексом и административными регламентами сроков. Выявлены факты, не соответствующие действующей нормативной правовой базы требованиям Городостроительного кодекса Российской Федерации. Выявлены пробелы в региональном и муниципальном нормативно-правом регулировании Городостроительной деятельности. Какие меры приняты прокуратурой округа в целях устранения выявленных нарушений закона? В целях устранения выявленных нарушений законодательства прокуратура округа, исполняющего обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта, а также главам муниципальных образований округа, внесено 12 представлений об устранении нарушений закона. Принесено 26 протестов на нормативно-правовые акты регионального и муниципального уровней. В порядке статьи 9 Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации направлено 12 предложений о принятии нормативных правовых актов и устранении пробелов регулирования. Поставление собранных депутатов номер 264 СД от 11 до 14 года был принят окружный закон о переспривании полномочий между органами местного субтитра муниципальных образований и органами государственной власти Нинецкой автономной власти. Закон перераспредел полномочия в сторону органов государственной власти от муниципалов. Принятие закона было связано отчасти с тем, что финансирование было более стабильным в окружном бюджете, нежели в муниципальных образованиях. Плюс возможность организации самой градостроительной деятельности на местах часть полномочий округ забрал, но часть осталась в поселениях. В поселениях остались такие, такой функционал, как выдача решений на строительство, выдача решений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, выдача градостроительных планов, утверждение генеральных планов и утверждение правил взаимопользования стройки. Эта функционал остаться на местах. Мы готовим документацию, отсылаем ее в муниципальное образование, они там ее утверждают, представительным органам. Но про финансирование я уже сказал, что, возможно, одна из причин было финансирование. Ну и плюс удаленность населенных пунктов от окружного центра обусловляет тем, что все-таки легче работать здесь, компактнее, чем специалистам, которые на местах, у них своих забот хватает, бытые, кроме того, еще заниматься спецификой такой градостроительной. Значит, кроме того, что городеятельность у нас в департаменте, по полномочиям передано, необходимо еще уточнить, что требуется еще и стратегическое развитие. Значит, программа комплексного развития, сама стратегия, генеральные планы, все тоже мотивовязки. Если стратегия служит как бы линейным таким горизонтом, для чего нужно, то генеральный план служит как бы инструментом реализации этой стратегии. Генеральный план 2003 года, который был в городе Нарима-Реплине в свое время, он был принят с первоочередными задачами по устройству противопаводковых дамб до 2010 года. В дальнейшем, в 2014 году, в генплан были внесены изменения, и генплан предполагал исполнение очереди по противопаводковым дамбам до 2020 года, в первую очередь. К сожалению, сегодня мы видим, что у нас эти мероприятия не реализованы, и у нас очень много поступает жалоб от граждан как города, так и населенных пунктов, в связи с тем, что вот эти мероприятия необходимо все-таки поставить на нужный уровень. Значит, поскольку законодательство движется вперед, все меняется, соответственно, город-кодекс тоже меняется. У нас за три года более 30 изменений в городе было внесено. Требуется подготовка документации, обновление нормативной правой базы. Плюс требуется, так сказать, больше применять технологии цифровой, цифровые технологии. Поэтому требуется большая работа по внедрению ГИСОГД, так называемая государственная система организации город деятельности. К сожалению, у нас система еще до сих пор не внедрена, что создает большие трудности, потому что в город-кодекс их сроки сокращаются для принятия, для выдачи разрешений. А мы практически в ручном режиме все это выдаем. Больше внимания уделяют нам тому, что для возможности строить новые объекты у нас все-таки есть вопрос, который мы тоже пытаемся решить, но пока не находим решения. Это снос старых гаражей, поскольку гаражи стоят на местах, снесенных на квартирных домах, и немножко портят вид, и мешают дальнейшему развитию. И плюс у нас еще больная тема – это отсутствие главного архитектора в городе Наримаре. Цели современного градостроения, формирования городов и сельских поселений, обладающих индивидуальными чертами, и бережное обновление исторической части с использованием передовых технологий. Стремясь к достижению этих целей и успеха в современном градостроении можно добиться только строго, следуя требованиям градостроительного законодательства. Спасибо, Кирилл Александрович. На сегодня это все. До новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова